В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Рунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Через общение к долголетию общественная организация Совет ветеранов выиграла грант на реализацию своего проекта. Лучший художник-иллюстратор библиотека имени Маяковского объявила новый конкурс. Все на старт в Сарове прошло открытое первенство по лыжероллерному спорту. Далее расскажем обо всем подробно. 100 тысяч рублей на реализацию проекта через общение к активной жизни и долголетию. Общественная организация Совет ветеранов города Саров стала одним из финалистов городского конкурса грантов социально ориентированным некоммерческим организациям. Деньги пойдут на развитие деятельности клуба общения пенсионеров. Кресла из актового зала 10-й школы, стулья из клуба по месту жительства «Факел». Кто-то принес книжные полки, привезли шкафы. Не так давно Совет ветеранов переехал в помещение на Пенерской 20А. Но все, что тогда досталось новым постояльцам – это голые стены. Оборудование помещения требует значительных затрат. Подали на субсидии из областного бюджета под названием «Нам года не беда» проекта. И мы выиграли конкурс на сумму 218 тысяч чем-то рублей. Общественная организация Совет ветеранов существует в нашем городе чуть больше двух лет. За этот небольшой срок она стала центром общения ветеранов всего города и сейчас насчитывает почти полторы тысячи человек. Руководители стараются разбавить монотонную жизнь пенсионеров живым общением, праздничными концертами, чаепитиями, экскурсиями. Мы хотим, чтобы они приобщались и более активно участвовали в городской жизни. И потом, чтобы их морально-психологическое состояние не ухудшалось, а наоборот, чтобы поднять им настроение. С проектом «Чрезообщение к активной жизни долголетию» Петр Филиппович Ульянов подал заявку на городской конкурс грантов социально-ориентированных некоммерческих организаций. В итоге бюджет Совета ветеранов пополнился еще на 100 тысяч рублей. Полученные средства пойдут на организацию экскурсионных поездок и оборудование комнат Центра общения ветеранов. Мы хотели бы, чтобы наш центр работал не два раза в неделю, а хотя бы три-четыре раза в неделю, хотя бы по четыре часа. Чтобы сюда приходили люди не тогда, когда мы их зовем, но и когда им хочется, например, прийти газеты почитать. В планах открытие собственной библиотеки и комнаты досуга, где бабушки и дедушки играли бы в шашки и шахматы. Также встречи с ветеранскими организациями других районов области и соседних республик. А еще участие в различных творческих конкурсах и городских мероприятиях. Активисты Совета ветеранов собственным примером доказывают, что на пенсии жизнь не заканчивается. Она просто становится другой, но не менее интересной. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютьюбе. К другим новостям. В Саровскую полицию обратился мужчина с заявлением о пропаже сотового телефона. Саровчанин отдыхал в караоке-баре. Спустя четыре дня он понял, что где-то там лишился своего мобильника. УВД проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. ДТП на городском кладбище. Мотоциклист не справился с управлением. Упал с мопеда, ударился головой о железное ограждение и потерял сознание. Был обнаружен работниками кладбища. Вызвали скорую помощь, доставили в больницу. И через двое суток он скончался, не приходя в сознание. За жизнь еще одного саровчанина врачи по-прежнему борются. Мужчина выходил из своего подъезда и получил от неизвестного удар по голове тяжелым предметом, после чего потерял сознание. Сейчас пострадавший находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело. В раскрытии другого преступления полицейские поставили точку. Саровчанин отдал своей знакомой банковскую кредитную карту, на которой лежало более 300 тысяч рублей. Дама просила в долг определенную небольшую сумму, но в итоге обнулила счет своего знакомого. Она сняла все деньги, которые были на карточке. Данная гражданка была вызвана сюда в управление по ЗАТО Саров. В ходе беседы она написала явку с повинной о том, что совершила данное деяние. По-прежнему популярны у воришек велосипеды. Очередного железного коня похитили от подъезда на улице Шверника. Сотрудниками патрульно-постовой службы по горячим следам был задержан житель города Сарова, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Велосипед был при нем изъят. Гражданин был доставлен в управление. Стражи порядка напоминают, что лучший способ защитить свой велосипед – пристегивать его специальными велозамками и не оставлять без присмотра. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Опубликован график каникул в новом учебном году. Осенью школьники будут отдыхать с 28 октября до 4 ноября. Зимой каникулы начнутся 31 декабря, а закончатся 8 января. Весной не надо будет ходить в школу с 23 по 29 марта. Кроме того, выходными днями для учеников станут 22 и 24 февраля, 7 и 9 марта, 2 и 11 мая. Первоклассникам также положены дополнительные каникулы с 10 по 16 февраля. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Департамент городского хозяйства приглашает Саровча на день открытых дверей управляющих организаций. Он пройдет в актовом зале здания городской администрации в среду 24 июля, начало в 17.30. В рамках встречи все желающие смогут получить ответы на вопросы о текущей деятельности и особенностях работы по содержанию общедомового имущества. В дни открытых дверей примут участие представители всех управляющих организаций города. Центр поддержки предпринимательства приглашает всех желающих на бесплатный семинар «Генерация бизнес-идеи». Он пройдет 31 июля в здании Центр по адресу Проспект Октябрьский, дом 13. Начало в 11 часов. Гостей научат искать бизнес-идеи, определять критерии их успешности, пользоваться инструментами оценки выживаемости проекта на реальном рынке. Для участия в семинаре необходимо предварительно зарегистрироваться. Это можно сделать по телефону 992-64. 31 июля и 1 августа пройдет крестный ход Саров-Дивеева-Саров. Шествие стартует в 9 часов утра от Храма Всех Святых и далее по улицам Димитрова и Садовой отправится в сторону 3-го КПП. На контрольно-пропускной пункт паломники прибудут в 10 часов. В Дивеево участники крестного хода придут к началу богослужения в 17 часов. Обратно в Саров паломников привезет автобус. Он отправится из Дивеева в 21.00. На редакцию канала 16 обрушился шквал телефонных звонков. Почему телеканал исчез с привычной кнопки? Зрители спрашивают, как и где теперь можно смотреть новости и передачи канала 16. Технический сбой произошел несколько недель назад. И сейчас телевизионный канал поменял частоты. О том, как настроить свой телевизор на приемы нашего канала, расскажем далее. Елена Борисовна нажимает на привычную кнопку на пульте, но видит на экране только помехи. Сначала женщина не придала этому значения, но спустя несколько дней стала беспокоиться, куда пропал родной канал 16. У меня канал 16 все время работал на определенной кнопке. Стала включать, канал 16 нет. Все кнопки перещелкала, канала нет. Начались всякие помехи. Некоторые каналы тоже пропали вместе с 16 каналом. А так как я все время смотрю 16 канал, новости городские, мне очень хотелось посмотреть, что у нас в городе. После технического сбоя изменились параметры настройки канала 16 и СОРО-24 на телевизионных приемниках. Чтобы снова смотреть городские новости, любимые передачи, нужно провести простые действия. Берем в руки пульт, нажимаем кнопку меню. На экране высвечивается категория. Курсором выбираем автоматический поиск каналов. И нажимаем кнопку ОК. Потом в дело вступает искусственный интеллект. Через несколько минут техника найдет все доступные каналы. Возможно, некоторые из них поменяют нумерацию. Канал 16 в пакете ТКС теперь находится на 37-й кнопке. У кабельных операторов МТС и Ростелеком на 551 и 755 кнопках соответственно. Также смотреть канал 16 в реальном времени можно через интернет с помощью универсальной платформы Вентера ТВ. Библиотека имени Маяковского приглашает горожан принять участие в конкурсе «Лучший художник-иллюстратор». Предлагается придумать и проиллюстрировать отрывок из энциклопедии «Жизнь животных» Альфреда Брема, книги которой хранится в редком фонде Маяковки. Работы принимают до 30 ноября. Победители конкурса ждут памятные призы. Подробности в следующем репортаже. К редким книгам в библиотеке относятся особенно трепетно. Поэтому держать уникальный экземпляр, а тем более листать его, можно только в перчатках. Юным конкурсантам предстоит окунуться в удивительный животный мир Альфреда Брема и проявить всю свою фантазию. Задача художника-иллюстратора не просто создать картинку. Важно, чтобы изображение раскрывало текст литературного произведения, помогало читателю погрузиться в мир, который сотворил писатель. «Жизнь животных» Альфред Брем написал в середине 19 века. Но до сих пор книга остается одной из самых популярных энциклопедий о животном мире. Издание в 10 томах – настоящее украшение редкого фонда Маяковки. Все его истории наполнены тонкими наблюдениями и искренними, живыми человеческими эмоциями. Вся эта фауна грустит, негодует, радуется, веселится, обзаводится семьями, обживает новые территории. Кажется, писатель знал о животных практически все. В энциклопедии Брем в деталях рассказал читателям о биологическом строении, характере и окружающей среде представителей фауны. Для конкурса сотрудники библиотеки отобрали несколько отрывков из описания птиц, рыб и зверей. Их читатели могут проиллюстрировать в любой технике и форме. Материалы для поделок и форма рисунков могут быть ограничены лишь фантазией наших участников. И я думаю, что набравшись впечатлений за лето, набравшись каких-то, может быть, новых знаний, они смогут воплотить это в форме рисунка, либо поделки. Чтобы участвовать в конкурсе, нужно сфотографировать свою работу и отправить на электронную почту библиотеки до 30 ноября. Итоги конкурса подведут в декабре. Все участники получат дипломы, а лучших иллюстраторов наградят призами. В Сарове прошло открытое первенство по лжероллерному спорту на призы администрации города. За медали боролись представители Нижегородской, Пензенской областей и Республики Мордовии. На старт вышли как самые маленькие участники, так и взрослые спортсмены. Саров представляли воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Атом». Более 100 участников из разных городов прибыли на традиционное открытое первенство в Сарове по лжероллерному спорту. Лучших определили на дистанции 4,5, 7 и 11,5 километров. Лыжники все-таки готовятся к зимнему периоду. И какие-то срезы подготовки все-таки они должны быть. И поэтому здесь можно посмотреть, как ты готов вот именно на этом этапе подготовки. Первыми на старт вышли самые юные участницы, которые соревновались на дистанции 4,5 километра. Лучший результат в этой возрастной группе показала представительница Республики Мордовии Екатерина Никитина. Ну, у меня до этих соревнований было два сбора с Николаем Геевичем Седовым. Вот. Ну, как бы готовилась в основном хорошо, как бы тренировалась, выкладывалась у нас на все 100% на тренировки. Вот результат. Саровченко Яна Сабитова старательно готовилась к этим соревнованиям. В спортивной школе Олимпийского резерва «Атом» она занимается более семи лет и регулярно принимает участие в состязаниях. В прошлом году Яне не удалось побороться за главные призы. Но в этот раз она выложилась на максимум и заняла третье место. Тяжело тогда было, потому что были на спусках резкие порывы ветров, и маленько как бы сдувало, износило лыжероллеры, ни маленько не в ту сторону. Медали разыграли в шести возрастных категориях. Победители и призеры получили грамоты и памятные призы. Песок, сетка, мяч и воля к победе. В Сарове прошел открытый турнир «Рафиат Сюнеев» по пляжному волейболу. В борьбу за звание сильнейшей команды вступили пять сборных из ядерного центра и различных городских организаций. Соревнования проходили на стадионе «Авангард» по круговой системе. Подробности далее. Елена – единственная женщина на волейбольной площадке. Она играет в паре с мужем Евгением. Их романтические отношения начались несколько лет назад на тренировках по пляжному волейболу. Спустя годы они продолжают играть в любимый вид спорта. И специально для них организаторы изменили формат турнира и разрешили участвовать в семейной команде. Он играет, я играю детей и бабушкам. И поиграть нужно хоть разочек. Семья Гутниковых играет и в классический, и в пляжный волейбол. Летом всегда на свежем воздухе. И хотя площадка пляжного гораздо меньше, здесь есть другие трудности. И за песка тяжелее, и бегать по всей площадке в паре. То есть один, например, на блоке, а другой должен закрыть то место, куда, например, нападут, угадать, ну, либо добежать. Евгений согласен с супругой. Он отмечает, что на песчаной площадке волейболист становится универсалом. И должен быть одновременно защитником, нападающим, уметь правильно поставить блок и дать хороший пас напарнику. Силу много надо потратить здесь, в пару на пару, когда играешь, выкладываешься полностью. Пляжный волейбол в нашем городе пока не относится к массовым видам спорта и воспринимается как экзотика. В открытом турнире ядерного центра участвовало всего пять команд. Соревнования проводились по круговой системе, то есть каждая пара провела на спортивной площадке по четыре встречи со своими соперниками. Три пары. Постоянно тренируемся мы на Боровом каждый день, когда есть погода. Две пары новые образовались отец с сыном и молодые люди пришли. Тоже приятно, что новые лица появились. В эту субботу, если позволит погода, на пруду Боровом состоится открытый городской турнир. Формат будет зависеть от количества команд-участниц. На соревнования приглашаются спортсмены и болельщики. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин